Друзья, всем привет! Воскресный день на дворе, и мы с вами продолжаем путешествовать по Москве и Московской области по жилым комплексам, которые по цене наиболее доступны. И прямо сейчас мы находимся в Новой Москве. За моей спиной ЖК «Бунинские луга». Здесь можно получить московскую прописку. А вот в этом доме в 2017 году на этапе котлована наш главный герой сегодня покупает квартиру за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Это трехкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров, где он проживает с супругой и тремя детьми. Друзья, мы посмотрим, как они живут, что это за планировка, послушаем его, что ему здесь нравится, что ему не нравится, а вы сделаете выводы. Подходит ли этот ЖК для комфортной жизни или же стоит рассмотреть другие варианты? Приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас! Всем привет! Меня зовут Ленар. Я живу в ЖК «Бунинские луга». Раньше я жил в Царицыно с родителями, а потом с женой и с ее родителями на академическое 10 лет. И после 10 лет жизни с женой и родителями, и в этот период у нас родилось трое детей, мы переехали в ЖК «Бунинские луга». А вот здесь хочется нажать на стоп и дать небольшой комментарий. Очень часто я вижу комментарии про эти новостройки, что все это муравейники, человейники и бла-бла-бла-бла-бла. Друзья, вот просто представьте себя на месте Ленара. У людей трое детей, каждый ребенок желанный. Ленар работает один, супруг его не работает, она занимается детьми. Ленар один вытягивает всю семью. И вы вдумайтесь, когда он жил в двухкомнатной квартире, еще и с родителями жены, 7 человек! 7 человек! И это на протяжении 10 лет. Один родился, второй, третий. И когда у него появляется возможность купить квартиру на котловане, да потом заехать в 67 квадратных метров. Ребята, да для него и для его жены это просто сказка. В дальнейшем вы увидите их эмоции, как они вспоминают, когда переехали в эту квартиру. Просто я к тому, что есть комментарии, почитав которые, может показаться, что такие новостройки вообще никому не нужны. А есть реальная картина. Все продано. Вот все продано, строятся еще очереди, и они уже продаются. Поэтому подобного вида жилье очень востребовано на сегодняшний день. Это просто факт. Когда мы покупали, была ипотека, соответственно, это была стандартная ипотека. Потом появилась семейная ипотека, мы рефинансировались. Потом еще раз рефинансировались. И поэтому, собственно, это очень способствовало тому, чтобы наш платеж хорошо снизился. И цена была на тот момент выгодная, в сравнении с тем, что есть сейчас. Сейчас в результате рефинансирования он снизился до 22. И плюс с учетом мы еще заложили сюда материнский капитал. Заехали мы сюда в период пандемии начала. Это был апрель 2020 года. Дом был зар в срок. Он как раз тоже сдавался в декабре 2019 года. Все нормально, ключи мы получили вовремя. И вот в апреле мы уже переехали, потому что мы там делали некоторые ремонты и переделки частичные. И, собственно, все. Квартиры предлагали с отделкой. Квартиры предлагали с кондиционерами. В подарок это тоже было большое. Одно из преимуществ. Ну и плюс мы докупили еще потом кладовку. Почему вы приехали сюда? Казалось бы, ты жил в Царицыно. По сути, это вообще сосед мой. Рядом с нами тоже есть некоторые жилые комплексы, свежие строятся. Но ты переезжаешь территориально сильно далеко. Ну вот, если так мерить. Почему здесь? Как выбирали? Ну, первое, значит, то, что нужно было где-то покупать жилье. Мы смотрели коммунарку какой-то период времени. А потом я приехал сюда к другу в гости. Увидел закрытый двор. Меня это сильно подкупило. Потом я посмотрел, ради интереса посмотрел цены, которые были. Плюс еще на тот момент предложил застройщик скидку. Там 4%. Ну и это повлияло, чтобы купить здесь квартиру. И это, кстати, еще плюс то, что это Москва была. Я понимал, что это Москва. Соответственно, это низкая коммуналга в сравнении с Московской областью, к примеру, той же самой. И плюс вся инфраструктура Южного Бута была рядом. И для меня это тоже подкупил. Ну и основной, конечно, цена, как бы, исходя из того, что были какие-то возможности, купили, исходя из этого. 4 года назад на канале у Ильи Варламова выходил видеоролик с заголовком «Очень хорошая детская площадка в Москве». Ролик был снят именно в этом ЖК. Сегодня мы сходим на эту площадку, посмотрим, также поговорим про плюсы и, конечно же, затронем минусы. Но прежде чем мы пойдем дальше, я просто обязан вас познакомить с шикарным спонсором этого выпуска, который будет интересен абсолютно каждому, у кого есть квартира. Кукусики! Друзья, я дико рад тому, что сюжет про балкон вам зашел. Ну, многим понравился, действительно. Но время не стоит на месте, и у меня за спиной кое-что для вас есть. Когда я купил квартиру, входную дверь я так и не поменял. При этом был только один ключ, хотя замка два. Второго ключа никто не знал, где он. Дошли руки? А как дошли? Один из зрителей канала, он же акционер, написал и говорит, «Диман, мы занимаемся входными дверями». Вот вы просто посмотрите, какая у меня здесь красота. Компания называется «Сигма-двери» или же «Сигма-дорс». Вот что они мне сделали? Дверь полностью на заказ. Все, что вы видите, вот этот фасад, зеркало ромбообразное, это все выбирали мы с женой. Соответственно, они нам нарисовали эскизы, после чего мы сделали. Более того, дверь тяжелая. Вот это я прям очень сильно хотел. Если не ошибаюсь, она в собранном виде весит примерно 150 килограмм. И посмотрите просто. Все, закрыто. Она реально очень легко закрывается. Замок верхний, два замка нижних. С точки зрения безопасности, такую дверь. Попробуй, попробуй, приди и сломай. Очень сложно. Белое зеркало. Здесь места сразу становится как будто больше. Но самое ключевое, это не в этой красоте, а в монтаже. Когда приехали ребята, выяснилось, что предыдущая дверь была установлена так, что вот тут еще шел металл, который нужно было ломать, спиливать. Это вот на словах можно сказать. Да что там дверь поставить? Все это легко. Я лично присутствовал при монтаже и понял одно, что ребята, ну реально спецы. От себя скажу следующее. Я читал про них отзывы. Единственное, на что многие жалуются, это то, что работают пыльные. Нифига себе. Представляете, когда дверь ломают, оказывается пыль летит. Поэтому, когда будете обращаться, готовьтесь ко дню приезда, чтобы у вас все было закрыто, чтобы в квартиру вам пыль не улетала. Но по монтажу примерно час-два. Все зависит от сложности. У меня было чуть дольше. Потом сделали наличники, вот такая красота теперь есть. Дико доволен, реально. Всем тем, кому нужны их услуги, со всей ответственностью, со всем желанием, их рекомендую. Звоните, считайте. У ребят есть собственное производство, но и, конечно же, есть двери из наличия на складе. Вот они работают в ценовой категории, скажем так, средний плюс. Что это значит? Цена равно качество. Они не продают дешевых дверей. Они не продают сверхдорогих дверей. Но конструкция и комплектация за свои деньги более чем. Также будет промокод на небольшую, но все же скидку. Пользуйтесь на здоровье. Друзья, все то, что я вам рекламирую, всем этим я пользуюсь сам. Переходите по ссылке в описании. Официальный сайт. Смотрите, считайте. Заказывайте замерщика. Делайте вашу жизнь комфортней вместе с Сигма-двери. Первая очередь, она уже вся готова полностью, вся заселена. Есть вторая очередь и строится еще третья очередь. В первую очередь, в принципе, уже полностью есть готова вся инфраструктура. Это есть школа, два детских садика. Детская поликлиника, кстати, тоже от застройщика есть. Это очень удобно, когда она совсем рядом. То есть все это действующее, все это рабочее? Это все действующее, рабочее. Это все было застройщик. Ленар, слушай, очень часто эта история, что во дворе есть детский сад, школа, очередь. Какая туда? Есть, да. Это имеет место быть, да. Поэтому сейчас застройщик строит еще третий детский сад. В школу очереди нет. Да, ну школа переполнена, но при этом очереди нет. Есть две смены. Ну, это как бы сейчас, я думаю, стандартная тема, наверное, когда в таких больших микрорайонах. Что касаемо детского сада, нам было проще, потому что мы многодетные, но у нас отдельная очередь идет. Но очередь, безусловно, есть. Но, как бы, что я скажу, да, то есть не нужно здесь... У меня есть соседи, которые возят детей в детские сады в Южную Буту. В принципе, это не так далеко. Это здесь, условно говоря, соседний микрорайон Южную Буту, куда тоже можно... Утром на машине сколько это примерно по времени? Ну, я не скажу, потому что пробки могут быть... Здесь на выезде действительно есть пробки, да, но тем не менее, я думаю, то, что минут 20, ну, максимум, там, полчаса, может быть, это занимает, доехать до детского сада. Ну, это много, да, но мне кажется, в рамках Москвы, как бы, это не так много. Давайте для объективности параллельно плюсам озвучивать и минусы. Когда я приехал в ПТ-ДжК, я здесь первый раз. Первое, что мне бросилось в глаза, это шум от самолета. Вот послушайте фон. В этом плане, ну, как бы, всегда, как бы, просто проще дойти до поликлиники, записаться к врачу. Сейчас, тем более, все электронно. Записался к врачу, пришел, осмотрелся и все. Здесь неподалеку есть аэропорт, и над жилым комплексом проходит авиатрасса. И это, в принципе, нормальное явление для крупных городов. Точно так же я проживаю в Царицыно, выхожу на балкон, вижу самолеты, летают, но я их не слышу. А здесь они летают очень низко, и шум действительно есть. Днем слышно, а ночью слышно еще сильнее. Линара это не напрягает. Я, говорит, уже привык. Но, тем не менее, шум действительно отчетливо слышно. Когда я первый раз приехал в этот район к своему другу, я увидел закрытый двор. Вот, впоследствии, я сюда приезжал периодически, когда после того, как уже купил квартиру, пока она строилась, я смотрел разные дворы. И тут самое интересное, то, что здесь в каждом дворе разные площадки. Вот этот был первый двор, который я увидел, и меня очень сильно впечатлил, потому что, ну, это было лето, все было зеленое, с подсветочкой, двор был закрыт, и я подумал, ну, как же здорово. А потом, впоследствии, я увидел то, что каждый двор здесь, он отличается. Допустим, вот этот вот, который, уже другой двор, в котором мы находимся, он больше рассчитан там для детей, чтобы больше лазилок. Да, для, так, возраста 8+, будем так говорить. Но, допустим, моя жена, она не любит, ну, практически ни один из дворов здесь, потому что для детей там возрасте 3 лет площадок не так много, где можно было бы больше горок, там еще покататься. Ну, это моя жена так считает. Ну, моя дочь так не считает. Больше площадок, да, уже таких, более взрослых, короче, малышковых мало. Да, 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 уже таких вот больше, там, 5+, будем так говорить, больше таких площадок. Но при этом вы все можете, естественно, свободно передвигаться. Да. Захотел спокойно погулять с коляской, пришел сюда. У всех жильцов района, кто проживает, через приложение они могут заходить в каждый двор. К этому делается просто, находишь, если указан номер калитки, ты только нажимаешь на номер калитки, каждый житель может заходить в каждый закрытый двор. Плюс еще, когда мы прогуливались по району, здесь увидели то, что здесь есть еще даже скейт-парк. А вот здесь палка о двух концах. Для детей подобные скейт-парки это просто подарок. Уж очень сильно нынче любят кататься на скейтах, на велосипедах, на самокатах. Но конкретно на этот скейт-парк жители этого ЖК жалуются, потому что утром вот эти оры, крики, звуки от покатушек, дети веселятся, резвятся. Кругом дома образуется некая коробка и, соответственно, все это отчетливо слышно. Народ это напрягает, как нам рассказали местные жители. На данный момент он был закрыт, когда мы там были, но не потому что из-за жалоб, а потому что, как нам сказали, перестилали там газон. Что из этого правда? Вот делайте выводы. Мы дошли на край микрорайона. Вот за моей спиной получается город. Современный мегаполис, друзья, но на самом деле посмотришь, вот так вот выглядит новая Москва. Я проживаю на вторичке, у меня все хмурое, унылое. Здесь же все иначе. И здесь такое ощущение, как будто мы нашли край Москвы. Когда к Клинару приезжают гости первый раз сюда, они выходят прогуляться, они говорят, вот это получается что? Вот здесь кончается Москва, и дальше начинаются поля, частый сектор. Ну, посмотрите, да, что получается. На самом деле нет, дальше там есть еще новые микрорайоны, которые строятся. Я просто не знаю, назвать чего здесь нет, наверное, сложнее. А, фикс прайса нет. Вот что. Все говорят, где фикс прайс? А что хотят фикс прайс? Почему это не зашло? Хотят фикс прайс, да. Здесь фишка в том, что здесь многосемейный. Здесь он как бы эпиково позиционируется, идеальное место для семейной жизни. Еще одним из плюсов нашего ЖК считается то, что здесь невысокое строение, малоэтажное строение, там, то есть 9-10 этажей, максимум 18, это отдельные башни ставят. То есть это нельзя назвать человейниками, как в других ЖК строят пик, например, да, где-то по 32-33 этажа, и такие башни высокие, там люди по 10 минут лифты ждут. Здесь, я так думаю, такой проблемы как таковой нет. Уверен, что после этих слов Ленару может неплохо прилететь в комментариях, вот это не муравейники, вот это ты называешь нормальной застройкой. Друзья, отмечу, человек не засланный, казачок купил квартиру, но видно, что ему нравится, он получает удовольствие. Еще бы, пожив с родителями в 44 квадратах, семером, ну, тут понятно, он сейчас в восторге. Вот обратите внимание еще на технологическое решение от застройщика, как они сделали. Один дом, 9 этажей, рядом дом, 18 этажей. Сделано для чего? Как объясняют, что якобы, чтобы больше попадало солнце на площадку, то бишь утром, вечером там должно быть солнечно. А ты рассказывал, что непосредственно в ваш ЖК приезжал Илья Варламов, снимал обзор на ваш ЖК, правильно? Да, Илья Варламов приезжал, и кратенько, что он там рассказал? Снимал обзор на нас ЖК, и он сказал то, что за твоей спиной, Дим, стоит неправильный жилой комплекс, неправильными площадками, неправильная расстановка домов, а наш ЖК, он считается как правильным, потому что здесь улицы сделаны таким образом, как Барселона, они как крестики-нолики. То есть везде улицы пересекаются, и всегда можно выйти в нужную точку не вот обходами такими, а вот просто по прямой и поворотами, прямыми углами. Вот обратите внимание, интересное, за моей спиной Москва. Это дома, которые строил старый пик, а сейчас мы гуляем через дорогу в новой Москве. То есть территориально условно разделяет ее вот этой дорогой. Ну это просто так вот интересный маленький факт. Ленар, но тем не менее, если захотелось поехать, погулять по центру Москвы, к примеру, или по делам, по работе, за твоей спиной остановка, она ведет куда? Вот так, за моей спиной остановка ведет к станции метро Буниска аллея, а если мы перейдем дорогу, то остановка ведет станции метро Коммунарка. То есть здесь буквально отсюда в двух километрах и Буниска аллея находится, и в двух километрах находится станция метро Коммунарка. То есть в одной и другую сторону. Но, я обращаю внимание, то что вот здесь строится еще новая станция метро, она будет называться Потапу, либо на Московской, там названия точно нет еще. И она будет еще ближе, здесь буквально будет в шаговой доступности. То есть по-хорошему если два километра, это сколько пешком идти? Это 20 минут пешком, не меньше. 20 минут? Прилично. На автобусе, в принципе, с одной стороны быстро, правильно, но если не будет пробок, но пробки здесь набиваются. Пробки набиваются, да, поэтому я езжу на электросамокате. Мы сейчас находимся на центральной автомобильной улице нашего ЖК, здесь машина отсюда заезжает и выезжает, здесь отсюда можно выехать в сторону, получается, Москвы и Бутова, да, а в другую сторону можно выехать в сторону Калужского шоссе, кстати, что тоже очень удобно, потому что если Бутова, там, ты проезжаешь через каскад светофоров, то здесь вот дорога, которая ведет, собственно, в сторону леса и в сторону Калужского шоссе, оттуда можно выехать. Чего здесь не хватает, вот я заметил, и читая отзывы людей, кто здесь живет, веранд летних, вот нету мест, где ты будешь идти, знаешь, летом, чтобы стояли верандочки, кафешечки, чтобы можно было на улице посидеть, там, кофейку попить, чайку покушать, вот если бы такие места здесь были бы, они бы прям очень сильно придали уюта этому микрорайону. Говорить про проблемы с парковками вообще не вижу смысла, здесь она само собой есть, не понимаю, почему строят такие жилые комплексы, где люди понимают, что будет большинство молодых, у которых есть машины, но при этом подземного паркинга нету, до конца парковочные места, там, в виде отдельных стоянок, не достроены. Вот обратите внимание, когда гулял, смотрел, обращаю внимание, что газон какой-то весь плешивый, вытоптанный. Вот посмотрите, как люди ставят машины. По привычке сдаешь по максимуму назад, выходишь и идешь из багажника что-то доставать. И таким образом ты выходишь на газон и топчешь его. Но если обратить внимание на правильность, то у тебя спереди перед тобой еще есть полметра. По-хорошему ты должен был поставить на полметра ближе к дороге, выйти спокойно, не заходя на газон. Здесь просто такой момент, что людям многим нужно тоже объяснять, как правильно пользоваться машиной, парковочным местом. Вот я, например, не обращал внимания, пока сам этого не заметил. Но за счет того, что народ по максимуму старается сдавать назад, образуется дополнительная возможность запарковаться перед автомобилем, оставив на лобовом стекле свой номер телефона. Ну что, смотрите, очередные свеженькие подъезды, то бишь больше ты похожа на какой-то бизнес-центр офисный. Заходишь, высокие потолки, видеонаблюдение повсюду ведется, панорамные окна. Консьерж предполагается здесь? Нет, нет. У нас же для этого камера есть и видеодомофон и прочее. Соответственно, консьержа нету. Очень удобно, да, вот сейчас ЭТПИК начал делать, не в каждом доме. Почему раньше это не придумали, я не знаю. Пожалуйста, не знаешь, где какая квартира находится, когда поднимаешься, на каком этаже, вот. Сразу видно, где какой этаж. Для курьеров полезная информация. Для курьеров, да. Слушай, а вон там что находится дальше? Это лестничная клетка. Ага, это лестничная? А здесь жилые квартиры. Это первый этаж, да? В нашем доме, да, с той стороны коммерция, а с этой стороны жилые квартиры. И у них отдельный тоже свой домофон, да? То бишь просто так еще к ним не зайдешь, то есть двойной вход. Ну, пойдем дальше. Вот я тебе хотел показать то, что у нас велики даже не пристегнутые в дворе стоят. Вот, посмотри сейчас. О том, что говорят о закрытой дворе, там, да, понятно, что есть везде ваннал. Но просто к тому, что вот какие жители живут, да, ну, так скажем, контингент, так говорить. Вот куча великов, которые стоят здесь уже просто некоторые годами уже стоят не пристегнутые. Вот, друзья, мы дожили, да, что люди уже радуются тому, что как бы можно оставить велосипед и знать, что у тебя его не украдут. А в моем детстве это было вообще в порядке вещей поставил и пошел. Но я и жил в своем детстве в лесу, а не в городе. Вот так вот мы когда переехали, вот вышли из лифта, поднялись на свой этаж и увидели, такие, вау, это наш двор, так здорово. Еще это было зимой, снежочек там. То бишь то, что для некоторых, вот этому ты был рад, это же человейники, дом в дом смотрят. Вы были рады? Мы, у нас окна в другую сторону смотрят, поэтому у нас все тогда окна в дом не смотрели. Но мы были рады этому, да, конечно, двор есть. Ну а как по-другому, друзья, живешь в городе, как еще-то? Хотите, чтобы в городе жить в своем частном доме? Есть дома частные за, извиняюсь, хулиард рублей? А так как бы вот за 5800 купили, два года подождали, да, и заехали. Я тебе хочу сказать, что частный дом, да, тоже, я об этом думал, даже смотрел дома, которые здесь есть в округе, чтобы, возможно, приобрести, может быть, частный дом. Но это очень круто, жить в частном доме, и своя парковка, все свое зашел, все в свой двор, но это если думать о себе, а если вот о детях подумать, да, то вот ты будешь жить в этом частном доме, здесь как бы дети всегда могут выйти, у них всегда есть друзья возле дома. У меня ребенок пошел в футбол поиграл, с одним, младший пошел, пошел с друзьями во дворе погулял, а в частном доме куда вот он пойдет, где он будет это искать все? Там искать друзей надо, там, то есть, ну, как бы, вот в этом проблема там есть. Если куда-то отвезти, там, допустим, в частной секции, вот у меня дети занимаются, там, хоккеем, там, плаванием, то все, это Южная Бутова здесь рядом, можно довезти. А вот если живешь в частном доме, то надо куда-то возить уже сложнее гораздо. Я, конечно же, приношу извинения за то, что микрофон похрипывает, антенка была в кармане и неудачно терлась. На момент съемки был октябрь, уже было включено отопление, в подъезде жара дикая. Для новостройок это стандартный бич, но самое интересное, что окна там, опять же, нигде не открываются, и, как рассказал Линар, уже в следующих очередях эту проблему предусмотрели, и все-таки окна теперь будут открываться на проветривании. Мы вышли в подъезд на лестничную клетку, там вонище просто дикое от сигарет. Я ему говорю, вот проблема, согласен, он говорит, так она пошла дальше. У них стоит вонь от сигарет прямо в квартире, если кто-то из соседей начинает курить, например, на кухне. Соответственно, включается вентиляция, и вся эта вентиляция в виде табачного дыма идет по соседям. Им тоже нужно включать вентиляцию. Вот с этим вопросом они сейчас там бодаются застройщикам, чтобы как-то это порешать. Ну, представьте, да, вы пришли домой, ложитесь отдыхать, и тут из вентиляции идет аж дым. То бишь, прям действительно видно дымок. Это, конечно же, проблем, ну, очень большой. Я уже неоднократно говорил, что от создания сюжетов я получаю, ну, бешеное удовольствие. Друзья, ну, вы подумайте, приходишь в гости к людям, пообщаться, посмотреть, кто как живет, кто как обустроился. Ну, это же круто, особенно, когда тебе в открытую все рассказывают, что, по чем обошлось. Ну, вот смотрите, трехкомнатная квартира, 67 квадратных метров. Ремонт здесь был изначально сделан от застройщика. Местами косяки есть, мы вам их покажем. Местами есть все свое. Так, например, дверь входная раз, двери межкомнатные два, столы, стулья, шкафы, санузел. Все это, понятное дело, люди делали за свой счет. Но при этом, вы вдумайтесь, все, что вы видите, включая кухню, холодильник, телевизор, спальня, 1 миллион рублей на момент 2020 года. Я переспрашивал несколько раз, говорю, ну, как так? При этом еще и плитка входит в эти деньги. Вот так, говорят, телевизор 35 тысяч, диван 32 тысячи. Но по факту, когда ты ходишь, смотришь, прошел год, все выглядит, в принципе, уютно. Достойная прихожая, места достаточно. Мы проходим, фишка квартиры какая? Что у нас получается зал объединен с кухней. Вы скажете, это уже не фишка, но для людей, переезжая со вторички, это было приятно. То, что большое пространство, здесь порядка 16 квадратных метров. Зона кухни, готовишь, и здесь у тебя получается обеденная зона, диван и телевизор. Вот, опять же, окна, можно сказать, панорамные. Людям очень понравилось. Они приходят, говорят, мы прям кайфанули от того, что достаточное количество света. Вот, посмотрите, покажи, пожалуйста, кухонная зона. Вы открываете, у вас здесь раз, идет посуда. И дальше еще специальный механизм, который вам еще посуду подвозит. Обычно те дальние углы, они остаются неиспользованными. А таким образом у вас получается дополнительное пространство. Опять же, детей много, все кушать хотят. Дополнительная зона морозилки спрятана, холодильник есть. В общем, продумано так, что жить, как говорится, можно. И посудомойка. И посудомойка еще. Двигаемся дальше. За нами остается кухня, зал и прихожая. Проходим. В квартире сразу сделано два санузла. Первый. Ну, можно назвать его гостевым. По факту есть один санузел. Есть второй санузел с ванной. Там же размещена у нас стиральная машинка и сушка. Отдельно фишка. Почему? Детей полно. Постоянно что-то нужно стирать. И самое главное, что в силу того, что у него балконы, общей территории, сушить вещи негде. Это круто. Первая комната у нас, получается, идет, скажем так, хозяйская спальня. Спальня родителей. Она площадью примерно 11 квадратных метров. Все продумано. Вы посмотрите сами. Уютно, чисто, аккуратно. Ничего лишнего нет. Не хватает. Только, знаете, что могу сказать? Ну, это уже ваше будет мнение. Приточек. Потому что все-таки кислород зимой будет только в плюс. Идем дальше. Прихожая действительно большая. И у нас идет две комнаты. Первая комната для дочки. Дочке три года. Она не большая, но полноценно только ее. Там проживает она. Вы посмотрите, какое ее, друзья. Вот я когда прихожу, смотрю, думаю, блин, вот оно детство. Когда ты живешь, все разноцветное. Много игрушек. Рабочие зоны сделаны. Это здорово. И вторая комната, она 13 квадратных метров. Можно сказать, из всех трех она самая большая. Она разделена на две части, потому что двое парней. Одному 8 лет, другому 12 лет. То есть, у каждого свое спальное место, рабочая зона. Все продумано, все сделано. Вот эти шторы салатового цвета. С одной стороны, вроде ничего такого. Но вживую, когда заходишь, если солнце падает, ну прям, знаешь, действительно какой-то уют. Казалось бы, просто шторка салатового цвета, а уже прям поинтереснее. Ну и, соответственно, Максут. Ребята, знакомьтесь, это Максут. Котешка. Котяшка. Котенка. Кот. Я вам показал кадры перебивок. И знаете, что интересно? Самый внимательный обратит внимание, задаст вопросом. А где кошачий лоток? Игровая зона для него. Есть кот? Есть. А лотка нету. А? Смекаете уже? Максут приучен к туалету. Они специально оставляют его открытым. Он подходит там. Либо лапой шкребется. Либо, если не конец, дверь оставляют приоткрытой. Заходит сюда. Залазит, друзья. Садится. Делает все свои делишки. И уходит. Вы представляете? Ну это действительно уровень. И Ленар говорит то, что в принципе так любого кота можно приучить. Для него это неудивительно. Взрослым людям. Не все же с детьми. У кого-то дети уже взрослые. 20-30 лет человеку. Куда здесь можно пойти развеяться? Кинотеатр. Театр. Каток. Что есть? Ну здесь есть, во-первых, мега есть, где можно поехать в кинотеатр. Потом есть Бутовый молл с другой стороны. То тоже можно поехать. Там и каток заливают перед ним зимой. Ну плюс мы, в принципе, вот если говорить про катки, которые во дворах, то вот, так сказать, в ЖК вот это Буниск, если он не ошибаюсь, называется. Там внутри тоже заливают каток. Тот, кто этим пользуется. Вот. Ну это про кинотеатры, если говорить. Парк, лес. А, здесь же, конечно, есть крутой бутовский парк. Я его называю, как этот, как в Нью-Йорке называется? Central Park. Central Park, да. Вот здесь в Бутове есть большой такой Central Park, который тянется вдоль всей ветки внешнего, ну, наружного метро. Так что он реально здоровый. Там большие водоемы есть. Не знаю, там кто-то может купается, нет. Но с другой стороны, у нас лес есть вот и сзади, можно и там погулять. Фитнес-центры в каждом доме или как? Фитнес-центры в домах есть, но это не такие, как глобальные фитнес-центры, да, которые большие есть. Они такие, ну, типа, вот как вот в коммерческой недвижимости. То есть небольшие такие? Да, небольшие, да. При желании, если кто-то большие, записываются. Есть, опять же, вот Бутово мол, который там находится, да, вот за мосьминой. Ну, проехаться надо будет на машине минут 10, наверное. Если нужно, там есть и большой торговый центр, где есть все магазины, и кинотеатр, и фитнес-центр. В принципе, это есть. Это не надо ехать там куда-то, допустим, там, если мы сейчас находимся где-то порядка там 10-12 километров от МКАДа, что нет такого, что тебе нужно ехать туда, в сторону МКАДа, за МКАД, для того, чтобы посетить там кинотеатр, фитнес-центр или торговый центр. Слушай, ну, а для выпивох? Ну, есть вот выпивохи, ходят они в бар пойти, пиво посидеть, попить, там, я не знаю, какой-то виски выпить, еще что-то. Такие места здесь есть? Ну, такие места, безусловно, есть, как и везде, да, как бы, потому что это пользуется спросом, популярностью. Ну, как бы, как таких прям глобальный бар-бар нет, но, как обычно, всегда в коммерческой недвижимости вот эти всякие барные станции, пивные станции, я не знаю, как они точно называются. Ну, то есть такие вот пивнушечки, будем так говорить. Магия монтажа, и мы уже сидим, пьем горячий цай, у нас здесь сладости из Турции, есть конина на любителя, а, кто любит? Ленар, расскажи, пожалуйста, мы сегодня прям так много прям про плюсы рассказали, ты сам доволен, жена у тебя довольна, дети довольны, ну, прям какая-то, знаешь, такая реклама получается. В тот же момент вот этот ЖК, он является, как ты сказал, от пика флагманский проект, он прям действительно хорошо сделан и так далее. Все активно строится, друзья, как вы видите. Расскажи про минусы. Вот вы получаете квартиру, да, вам повезло, что вам ее сдали в срок. Что было при приемке? Ну, при приемке, на самом деле, мы вызвали специалиста особых, ну, такого специалиста он такой был. Сомнительного качества? Не то, чтобы сомнить, просто простой специалист, чтобы просто проверить базовые вещи, будем так говорить. Поэтому, естественно, там у нас не было там углов замеров, где стены кривые или не кривые, мы это только потом, впоследствии только обнаружили. Вот, ну, как бы вот в течение времени, как бы, ну, в принципе, как бы не особо не заморачивает. Но есть у нас одна кривая стена, которую там вот мы там показывали, ранее видели. Будем перечислять следующие минусы, да, это неработающая вентиляция, это самый основной минус, который есть у нас сейчас. Именно он в нашем доме почему-то, это вот самое основное для меня. Вот, ну, из-за этого идут последствия того, что есть иненсат на окнах, да, который, соответственно, может образовывать грибок. Вот, вот, друзья, вдумайтесь, да, то есть, казалось бы, заказывали специалисту, стены не посмотрели, вот я вам показываю кадр, шкаф стоит, и, соответственно, видно, какая прямо действительно кривая стена. С точки зрения отделки, если начать придираться, ну, по-хорошему, да, можно много косяков, я думаю, будет найти. Так, например, вы сразу там, вы не строительный, не профессионал, но, тем не менее, вы увидели тоже хреновая плитка здесь лежала, вы ее сразу перестелили, это вот, зал и прихожая. Да. С конденсатом это тоже не шутки. Вот, вот, сам факт того, что нету балкона, ты как-то его по-своему описываешь, то, что, а это продумано, вот расскажи свою позицию. Да, ну, вообще, считается, считается даже, ну, об этом говорят пик, почему они не делают балконы, потому что современный житель, балкон, ну, даже, например, твои квартиры, ломает балконный блок, и, соответственно, балкон делает открытым. Вот, вот, для балкона еще используется, получается, он открыт, да, и чтобы его использовать для общественного, для пользования личного, да, там, для местонахождения, будем так говорить. Другие его используют для того, чтобы там хранить вещи. Хлам, хлам, да, вот именно хранится хлам. У нас, допустим, для того, чтобы хранить вещи, у нас есть для этого кладовка. Покажу вам нашу кладовку. Вот такая вот кладовка. Реально, потолки высокие, просто пипец. Ну, вот моя рука, и вот сколько там еще до потолка. Ну, вот так вот. Стой, чем нравится, ну, это фигня, можно просто листом закрыть. Вот. Ну, вот она сама вот такая вот. Ну, в принципе, нормально себе полки сделать, реально, как маленький гараж, пока влезть сюда. А если ты хочешь, ну, там, с распашкой открыть и подышать воздухом, да, то, соответственно, для этого здесь есть большие окна, где ты можешь так же подойти и представить себе, что это у тебя французский балкончик, и его так же поставить подышать воздухом. Ты говоришь о том, что некоторые курят в квартирах. Как-то раз в каком-то сюжете я об этом поднимал информацию, говорил, если кто-то курит дома, это еще хуже. Согласен с этим? С этим абсолютно согласен, я это ощущаю на себе, потому что люди, которые курят в квартирах, они включают вентиляцию, принудительную, естественно, да, и это все, получается, тянется в квартиры соседей. И мы это сильно ощущаем. Я обращался, я жаловался застройщика на это, вызывал направляющую компанию, приходил инженер, приходил представитель застройщика по гарантийному случаю. Я показывал видео, где просто видно, что дым идет. Дым идет, то есть на кухне, да, то есть это вот такая штука, да, я покажу потом видео. Уважаемый пик комфорта, обратите внимание, из вытяжки тянет сигаретным дымом прямо в квартиру. Все это из-за неработящей вытяжки. Трое детей в квартире, и они почему-то должны этим дышать. Вот прям отчетливо видно, как дым сигаретный заходит в мою квартиру от курящих соседей. Просьба исправить вытяжку, или прийти к нам на замеры, или мы будем вызывать специалистов, которые будут это делать, и потом подавать иск в суд. В данном видео постараюсь выложить в сети, распространить по всем социальным сетям. Отчетливо видно, как дым заходит в квартиру сигаретную. Вот, что дым идет с кухни, да, и мы пока за видео говорили, что, ребята, вы что, мы тут задыхаемся, сделайте на вентиляцию. Вот, проблемы с этим есть, она решается, но долго. Вот, будем так говорить. То есть, пока я нахожусь у тебя в гостях, вполне возможно, что если кто-то закурит, мы это почувствуем. А как вот, часто в течение дня курит человек? Мы это почувствуем, да, если мы не будем включать принудительную вентиляцию сами, да, вот у нас, потому что везде стоят эти вентиляторы, вот, то мы это, конечно, почувствуем. Вот, будет запах, сигаретный запах в квартире, как в тамбуре. Там дети вот качают, вода набирается, они переливают, и вот они в шлюзы вот эти закрывают, открывают, это такая вот развивашка здесь у них. И все это течет, течет, течет туда вниз, и потом, собственно, дальше вот. Слушай, ну, самолет так хорошенечко слышно, и самое главное, видно. Да, 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 есть такое. Ну, это, опять же, я уже не замечаю, потому что для меня это что-то где-то просто на фоне что-то. Но, честно скажу, летают они здесь частенько. Частенько, да. Вот эта вот площадка, да, она самая большая здесь у нас, и самая прикольная получается. И вот наверху есть шезлонги, когда дети у тебя внизу играют, ты можешь наверху спокойненько пока чилить, загорать на шезлонгах. Слушай, ну не бывает такое, то, что ты приходишь на этих шезлонгах, ребята сидят, тараночку чистят, пивко пьют, сигареты курят. Такого нету, сигарет нет, но есть то, что подростки сидят там и, ну, условно говоря, организовывают свои микрокомпании такие, да. Может быть, бывает что-то неприличное, но в целом, как бы, такого прям, чтобы явно об этом кто-то в ЖК, в чатах ЖК писали, что здесь подростки вот так себя ведут, такого нет. Именно вот мы говорим про детскую площадку, может быть, там в районе где-то было еще что-то похожее. Ну, это вот такая вот лазилка. Испытай свой страх называется. Сможешь походить? Вот если помнишь, там вчера человек писал про развязки здесь, вот дорожные развязки, да, вот здесь вот реально есть проблемы в этом. Вот именно мы сейчас смотрим с тобой на перекресток, где проблемы есть, а чтобы выехать с того жилого комплекса, вот выезд только в этой дороге есть. Вот она вот одна выезжает оттуда. И чтобы повернуть им налево, допустим, туда в сторону метро поехать, им нужно поехать туда, развернуться, вот там круг есть, и потом только выехать сюда. Короче, геморрой полный. Геморрой в этом плане полный, неправильно, непродуманно. То есть нужно, чтобы у них был поворот налево обязательно, тогда бы это тоже разгружало, а у них поворот налево нет. ну да тем более в таких жилых комплексах от народа про ну просто полно и соответственно машины есть наверно каждого 2 как у каждого у всех машин есть машин конечно слушай давай по деньгам поговорим купили вы квартиру на сегодняшний день цены понятно улетели в космос об этом не стоит забывать 15 16 миллионов примерно будет стоить такая квартира сейчас здесь правильно 15 на 16 это запасом большим все-таки были же 14 15 кому интересно кому надо будет сам сможет зайти посмотреть прописку вы получаете при этом точно также московскую сколько вы платите за коммуналку в этом в этом комплексе да вот это кстати хороший вопрос потому что я именно поэтому выбирал квартиру чтобы она была все-таки с московской пропиской понимаешь что есть вопросы будут по коммуналке всегда у меня был опыт покупки квартир в московской области где за там 30 квадратных метров я платил по 6 по 7 тыс зимой и подумал что все то есть вообще вот здесь у нас коммуналка в последние несколько месяцев она вот выше 7 не поднимает 6 800 6 500 вот последние несколько месяцев которые были ну соответственно а в эту цену входит все правильно вот это управление управляющей компанией как здесь присутствует вот эти вот уборка территории закрытые участки обслуживает этот видео домофона это все да у нас нет разделения что мы за этом со свет платим отдельно за коммуналка не просто приходит общий счет охрана здесь ходит по территории тамzin она охрана мы нет в них есть какая-то история часть жилых компьютер жизни домов которые первые заезжали они там пользуются услугами охраны мы когда произвещали мы же все отписались то есть новые дома все отказывались подписать заявление отказывается от охраны интернет кстати вот по интернету действие так кстати боль местная до регион каждой застройщика один провайдер до офисера ттернет доптом это стоит на 500 рублей в месяц Слушай, расскажи, пожалуйста, про соседей. Вот все вы постоянно в этих ЖК рассказываете о том, что у вас вот молодежь в основном, все бравые ребята, а иной раз начинаешь чаты читать, люди между собой спорят, что-то ссорятся, делят, ой, не там машину поставили, не так встали, там кто в подъезде курит. Опять же, кто-то курит, казалось бы, у себя дома, ты недоволен. Вот в целом, на что люди жалуются в чате? Ну, понятно, что жалуются на места парковочные в чате, но и основная жалоба на управляющую компанию больше, то, что управляющая компания не в срок или не вовремя выполняет заявки. С точки зрения технологичности, это они, ну, пик комфортно, говорим, они с точки зрения технологичности очень круто, пожалуйста, заявку оставил, подал, все удалено, не надо звонить, как в старых замах жили, звонить в диспетчерскую, куда дозваниваться, чтобы поменяли лампочку. Сейчас ты заявку поставил, написал, то есть было какой-то период времени, все нормально, вовремя исполняли, не знаю, что сейчас связано, но есть какие-то сейчас вот, может быть, рабочей силы не хватает, но есть задержки в сроках исполнения, будем говорить, заявки. Ну, ты фруктовый, что ты снимал про это коммерцию, тоже недавно, буквально, этого здесь очень много. Я так думаю, что это все с Фуд-Сити приезжает. Ну, конечно, откуда еще ты? Ну, да, кто не хочет туда ехать, пожалуйста. Фуд-Сити кормит всю Москву и Московскую область, если кто-то расскажет, что он закупающий на Фуд-Сити, в 99% случаев это вранье. Вот это интересная особенность, когда мы снимаем жилые комплексы внутри Москвы, как правило, коммерческие помещения там наполовину свободны, потому что люди в Москве выбирают доставку из известных ресторанов полюбившихся, можно сесть на такси, на машину поехать, здесь же до Москвы ехать далеко, и идет обратная история, что микрорайон заселен хорошо, и здесь куча помещений коммерческой недвижимости, и все они практически заняты. Такого, чтобы мы гуляли, и я заметил, где-то там что-то аренда сдается, но честное слово, говорю, вам нету. В этом плане, конечно же, свой плюс, когда ты выходишь, и различные нюансы жизненные решаются прямо вот здесь во дворе. Снова магия монтажа, и у нас супруга Ленара по имени Гульнара, видите, как мы прям стихами здесь заговорили. Гульнар, я тебя сейчас буду пугать прошлым. Раньше вы проживали, 5 человек, семья, да еще и с родителями в двухкомнатной квартире. Вот каково это? Тесно. Это, наверное, пипец, как тесно, ну просто 5 человек, вас плюс еще родители в двушке, это вообще в 45 квадратов она была, если не ошибаюсь, там небольшая. Ну да, мы как-то так привыкли, мне было нормально. То бишь все-таки ко всему человек адаптируется, как говорится, в тесноте, но не в обиде. Конечно, и к плохому, и к хорошему ко всему адаптируется. Все по комнатам, иногда хочется просто отдохнуть от детей, побыть наедине с самим собой, очень этого не хватало там вот. Но все равно у нас точка сбора здесь, и мы практически ведь целый день здесь. То есть телевизор на диване, покушать, приготовить, и мы только рассасываемся по комнатам только на ночь. Слушай, ты сейчас не работаешь, и ты большую часть времени как раз проводишь с ребенком, за детьми следишь, и вот как раз для тебя, как для мамы, наверное, вот эти дворы шикарные, да, где куча различных площадок, это прям здорово. Вот поделись своими наблюдениями, проживая, например, в Москве, но в старых домах, когда выходишь, там одна-две площадки, на секундочку, друзья, сегодня там тоже все это меняется, переделывается, развивается. Но здесь у вас, конечно, никто не посмотрит, прям сильный шаг вперед. Пользуешься ты этими площадками, ходишь по ним, или как? Ну вот младшей все-таки, ей тоже нравятся эти площадки, но и не хватает вот этих вот пластмассовых горок, вот этих вот прохождений всяких, которые все-таки есть в обычных дворах. Мы ходим куда-то в Бунинский ЖК. А, в соседний? Да, в соседний ЖК туда ходим, ей этого не хватает все-таки. Ну вы же все равно с детьми общались, когда они переехали, как вот ты не замечала, как мама, может какой-то стресс там у кого-то из них был, кто-то боялся, не хотел. Нет, они были очень рады. Ну а по остальному, например, ты общаешься, там, допустим, в чаты заходишь, смотришь, то есть не заходишь. Нет, именно в чатах, да, я отписалась. А почему? Ну потому что вот эти ругань, вот эти обсуждения, я как бы не такой человек, я в обсуждениях не участвую, не ругаюсь, и я отписалась. Я просто у Линара спрашиваю, что там есть что-нибудь интересное, и все, через него узнаю. А, то есть есть специальный пресс-секретарь, который чисто непосредственно сводку по микрорайону передает. Да, если у меня что-то, я ему прошу, чтобы он что-то написал. У тебя какие-то новые знакомства, там, подруги появились, с кем ты общаешься, там, выходишь погулять, ну, в тот же, там, с ребенком, когда идешь, есть такое, нету? А я общаюсь с его ЖК, наверное, только вот с соседкой по квартире, и все, у меня нет времени. То бишь, вот этот вопрос из серии, ну, а пойти там вечером посидеть, отдохнуть, прогуляться, когда трое детей, это не та история, не те вопросы, которые нужно задавать, да? Да, наверное, еще у меня младшая очень маленькая, и я очень сильно устаю, потому что я их по секциям всяким там развожу, надо забрать, еще домашний быт есть приготовить, убрать. Вот они, реальные условия жизни молодых семей, которые проживают в Москве и ближайшем Подмосковье, кто действительно старается, трудится, работает и не зарабатывает какие-то космические деньги. Но и зарабатывает больше, естественно, чем люди зарабатывают в регионах. Ребята очень быстро привыкли к квартире, и сегодня уже подумают о том, что в перспективу неплохо было бы взять 4 комнаты, чтобы у каждого ребенка была своя комната. День сурка абсолютно у каждого, утром встают Ленару на работу, жена занимается детьми, сыновья идут в школу с дочкой заниматься, в общем, друзья, все это по кругу. Тут цикличные проблемы, с которыми сталкиваются большинство новостроек, парковки, ну и в общем все то, что мы перечислили. Тем не менее, что-то новенькое всплывает, например, здесь этот сигаретный дым из вентиляции. От себя еще раз хочу повторить, что мы ни в коем случае никому не делаем рекламу, мы не делаем антирекламу, исключительно сюжеты о жизни и недвижимости. Спонсор этого выпуска Sigma Doors, не забывайте, все те, кому нужны двери, ссылочка ждет вас в описании. Итак, друзья, вот такой у нас получился жизненный душевный сюжет. Пригласили в гости, показали, как есть, дали отзыв. Я надеюсь, этот ролик кому-то из вас будет полезен. Кто-то посмотрел, возможно, почерпнет что-то из планировки, почерпнет что-то из выбора жилого комплекса. В любом случае, как бы то ни было, новостройки, как мы их называем, говностройки, муравейники, они строятся, растут и люди активно и активно покупают квартиры. Общаясь с Ленаром, он говорит, вот, показывайте вторую очередь, уже все продано, пожалуйста, свободных квартир нет. Вот такие дела, делайте выводы, ваше мнение пишите в комментарии, приглашайте в гости, мы с вами двигаемся дальше. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok